МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поправляюсь! Смирно! Равнение на сторонину! Так в торжественной обстановке началась церемония приведения к присяге восьмиклассников Тверского центра образования имени кавалера Ордена Мужества Александра Отрощенко. Эти ребята пополнили ряды кадетского движения, действующего в столице Верхневожья почти в 30 школах. Кадетские классы центра имени Трощенко курируют Федеральная служба безопасности. Стратегическая цель кадетского обучения – это формирование гражданина-патриота России, подготовка кадетов к поступлению в профильные учебные заведения, подготовка кадетов к служению Отечеству, военной и гражданской службы. Нынешний кадетский класс ФСБ в центре образования имени Трощенко – третий по счету. В этом году присягу приняли более 30 ребят. Волнуются все – родители и педагоги, ветераны и сотрудники спецслужб, присутствующие в зале. И, конечно же, сами ребята, для которых присяга – это не просто слова. В первую очередь патриотизм, в коллективе дружба, слаженность коллектива. Кадетство действительно меняет школьников. Поддержать младших товарищей на церемонию присяги пришли те, кто также в торжественной обстановке был приведен к присяге два года назад – нынешние десятиклассники. Они поразительно меняются. Все преподаватели в школе отмечают, что с нашими ребятами работать гораздо проще. Да, конечно, дети есть дети, везде есть какие-то нюансики, но дисциплина и понимание того, что вам это надо, знания, они здесь как бы доминируют. Поздравить ребят с этим важным событием в их жизни пришло немало гостей. Среди них – герой Советского Союза, командир экипажа вертолета Ми-8 пограничных войск Комитета государственной безопасности СССР, полковник запаса Валерий Попков. Передача из поколения в поколение традиций защиты Родины, любви – это, я считаю, самое важное всего. Впереди у ребят познавательная, насыщенная жизнь. Общешкольная программа обучения в кадетских классах сочетается с уроками патриотизма, изучением военно-прикладных и экстремальных видов спорта. Детям это интересно. А если детям это интересно, то, соответственно, у них появляется та база, на основе которой потом мы развиваем само слово «патриотизм», не просто как какое-то банальщина, а реально настоящий взрослый патриотизм. Чему, собственно, служит пример наших девушек. Минувшим летом две десятиклассницы кадетского класса ФСБ Елизавета Кучеренко и Екатерина Кокорина проходили медицинскую волонтерскую службу в госпитале города Белгород. Сейчас достаточно тяжелая ситуация у нас в стране, и лишних рук никогда не бывает. А волонтерство – это такое дело, которое должно идти у каждого человека из души. За активную волонтерскую деятельность и личное участие в гуманитарной миссии по поддержке военнослужащих участников специальной военной операции Елизавета и Екатерина поощрены благодарностью председателя Тверской городской думы Евгения Пичуева. Девушки признались, этот волонтерский опыт определил их будущую профессию – военного медика. В этот день были отмечены многие кадеты за хорошую учебу, за спортивные результаты. Благодарности от педагогов и наставников кадетских классов получили и родители школьников. Воспитание в человеке неравнодушие, активной жизненной позиции – значит многое. Отдельное спасибо классным руководителям ребят, которые сумели увлечь, организовать не только процесс обучения, но и многоплановую внеклассную жизнь с походами, сборами, поездками. Сегодня многие ребята вспоминают международный кадетский слёт в Белоруссии. Когда там находишься, там слушаешь гимн или вообще смотришь на всё это, у тебя прям внутри что-то поднимается, гордость за страну за то, что ты можешь участвовать в чём-то подобном, подходящем. Ты понимаешь, что в будущем ты сможешь стать защитником Родины. А то, что кадетское движение формирует всесторонне развитых людей, показал замечательный концерт, организованный самими ребятами. Ведь в программу дополнительного образования, помимо рукопашного боя, скалолазания, ориентирования на местности, плавания и многого другого, входят творческие дисциплины, включая хореографию. В завершение праздника его участников пригласили на экскурсию по экспозициям мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история», где и проходила церемония. Служу России! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!